друзья всем привет приветствую всех подписчиков и гостей на своем канале сегодня речь пойдет о фритии сняла это видео не случайно а по просьбе светланы которая под последним моим видео оставила комментарий попросила меня рассказать о фритии знаю я не не очень много но то что знаю конечно же расскажу так что светлана это видео для вас фрития или как еще ее называют правильно фрития прекрасная вот она в зеленом горшке относится к семейству аизовых также у меня вот представлены еще живые камни литопсы они тоже относятся к этому семейству и дальше вот я небольшое отступление дальше у меня стоят хавортии просто я приведу потом чуть позже пример и покажу на примерах хавортий некоторый нюанс и так фрития фрития является выходцем из южноафриканской республики также как и многие другие суккуленты названа она так была в честь франко фритии который являлся большим любителем и коллекционеров суккулентов фрития очень похоже на фенестрарию мне к сожалению нет фенестрарий поэтому наглядно объяснить разницу я не могу но у фритии у фритии так где моя дежурная кисточка у фритии листья листья столбики сейчас попробую приблизить моя дохлая камера давай листья и окошки у фритии шершавые то есть если провести по ним пальцем то заметите некую шершавость у фенестрарии же вот эти листья они являются полностью гладкими и более блестящими это основное отличие также отличие еще является отличием является цветение и также еще является отличием расположение листьев у фритии они поочередные то есть вот если приглядеться ну получается такая мини розеточка да а у фенестрарий они супротивны то есть расположены друг ровно друг напротив друга вот это основные отличия но основным все равно основным отличием является гладкоствольность или шершавость то есть фрития шершавая а фенестрария гладкая все аизовые конечно схожи в своем поведении и вот те экстремальные условия в дикой природе отсутствие дождей сезона засухи высокие критические температуры даже высокие наделили все аизовые способностью прятаться в землю расти то есть растение уходит в почву оставляя на поверхности одни лишь окошки полностью втягивается и а у фритии фрития вообще даже в дикой природе уходит полностью в почву и вот эти окошки которые торчат на поверхности их даже заносит песком и так что в дикой природе ее очень сложно обнаружить вот такая она интересная у фрити даже существует такая особая переходная зона между корнем и началом листа но здесь к сожалению не видно это можно посмотреть когда пересаживаешь растение то есть это особая зона она позволяет растению углубляться глубоко глубоко в почву такая интересная способность даже кажется невероятным да что растение просто вот может исчезнуть под землей но в домашних условиях фрития не втягивается хотя многие окошечные также вот фрития является окошечным суккулентом и также окошечные окошечные суккуленты вот здесь представлены хавортии вот немножечко хочу сказать о хавортиях они меня летом стояли на солнцепёке то есть в росте они в своем рост замедлили они совершенно не выросли за лето и практически все втянулись в землю я просто удивилась когда их обратно ну как бы летом поливала и поливала не растут не растут они потемнели покраснели такие прикольные стали вот но когда я их стала заносить с улицы в дом уже на зимовку я обнаружила что вот эти нижние листья они полностью погружены были в почву они настолько ушли я даже усомнилась в том правильно ли я их посадила мне пришлось верхний слой снимать я не стала их полностью пересаживать пришлось верхний слой снимать но сейчас я их наверное пересажу вскоре все так что еще сказать фрития является бестибельным суккулентом то есть розетка ее состоит только из листьев столбиков расширяющихся верхней части смотрите на к низу уже а там где окошки листики шире на конце листа как вы уже заметили как я уже сказала прозрачные окошки когда растение обезвожено и теряет тургор то окошки эти сдуваются то есть они становятся не ярко выраженными а когда растение поглощает воду после полива то окошки наиболее выразительные и очень очень выпуклые и максимально прозрачные окошки эти на называются эпидермиальными то есть состоящими из ткани эпидермиса то есть из внешней ткани которая защищает растения от повреждения то есть эпидермиальная ткань она присутствует у всех растений не только у суккулентов а вообще у всех растений и окошки эти у всех растений окошечных полупрозрачные смысл их и вообще для чего они нужны растениям через эти окошки солнечный свет проникает к внутренним тканям растения где происходит фото синтез и связано же это опять со средой обитания вот теми критическими температурами когда растение уходит под землю то есть если оно ушло под землю то чем-то нужно как-то нужно ему жить и чем-то нужно обеспечивать эту свою жизнь а как известно фото синтез для растения жизнь и фото синтез происходит только в зеленых клетках тканей растений и вот эти растения в связи с экстремальными условиями в дикой природе они приспособились через свои прозрачные окошки рассеивать солнечный свет и доводить этот солнечный свет к внутренним клеткам тканей внутренним клеткам своих своих листьев эти пятна эти окошки эти пятна у растений вот эти прозрачные пятнышки они у растений бывают разные есть частичные вот как у фритии у фенестрарии есть также у некоторых хавортий есть сплошные вот смотрите пример также окошечных растений вот на этой хавортии пятна частичные то есть смотрите кончик листа прозрачный вот наглядно видно да они светятся на солнце если смотреть получается хрусталик сейчас попробую взять одно растение солнце уже нет вот на солнце они вообще сияют атака нет не очень эффектно но все равно видно что они прозрачные здесь тоже которое я сейчас показывал хавортию здесь тоже частичные пятна а вот у тессилаты вот этой хавортии это тессилата японской формы у нее рисунок хавортия шахматная по-другому но японская форма японской селекции у нее рисунок более четкий и на солнце обычная тессилата она не краснеет оставай остается зеленой у этой же листья становятся красными прикольный сорт не очень он нравится сейчас я его попробую на свет сделать ну вот что то такое получается но опять же если бы солнце било непосредственно в окно то прозрачность было было намного заметнее но так видно что поверхность листа вся прозрачная основная функция окошечных растений то есть непосредственно основная функция окошек как бы перенаправлять солнечные лучи к внутренним тканям потому что как я уже говорила растение в дикой природе прячется полностью под землю уходит вот так же пример на литопсах частичные окошки вот эти пятнышки на шубках литопсов они если приглядеться прозрачные то есть само тело темные а пятнышки эти прозрачные вот представитель литопса здесь практически он весь прозрачный не прозрачный остается только вот этот рисунок бежевого цвета литопса мои сейчас линяют как и все другие у всех сейчас у них период леньки вот эти два литопса у меня решили размножиться чему я очень рада смотрите из одного литопса уже получается два вот он достиг максимального своего возраста когда решил разделиться и вот это тоже делится там уже тоже два детеныша я их сейчас не поливаю совершенно с ноября наверное вообще не было полива поливала только может быть полтора месяца назад вот этого василия но он сейчас тоже решил полинять это его 2 ленька я его теперь поливать не буду до тех пор пока он не сбросит свою шубу старую пока она не засохнет так это отступление вернусь к фритии что касается ухода свет для нее должен быть яркий но от полуденного солнца ее нужно притенять температура должна быть для нее от 20 и выдерживать она до 40 очень даже прекрасно но такие низкие температуры как плюс два три градуса для нее являются критичными хотя в дикой природе она выдерживать такие экстрем экстремальные перепады допустим плюс 50 и плюс 3 градуса она выживает все с ней нормально но опять этой из-за того что полностью ее тело находится под землей комнатных же выращивание такого не происходит поэтому это нужно помнить так влажность тут у меня опять шпаргалка свет сказала влажность фрития нормально переносит сухой воздух опрыскивать ее нельзя так как влага будет попадать в центр розеток как у всех у многих суккулентов это будет вызывать загнивание листьев и в дальнейшем загнивание розетки то есть не надо ее брызгать совершенно можете протереть ватным тампоном или ватной палочкой вот эти окошки если на них будет пыль а так влага не должна касаться листьев так подкормка кстати а подкормки это одно из растений суккулент на которые очень хорошо реагирует на подкормку подкармливать его нужно но обязательно минеральными удобрениями с очень низким или вообще без отсутствия азота так почва ну для нее обязательно так же как и для литопсов очень бедный грунт в основном состоящий из гравия песка и может быть процентов 20 листовой либо дерновой земли все то есть основная основные компоненты грунта для фритии это разрыхлители но и обязательно естественно дренаж причем также и дырки в дренаже в горшке дренажное отверстие и плюс сам дренаж засохшие листья фрития имеет такую особенность у нее постепенно отсыхают нижние листья с моментом роста с момента появления других новых молодых листьев постепенно у нее отмирают нижние листья их удалять не нужно потому что она берет влагу из этих из старых листьев тем самым пытается выжить можно его удалить будет только тогда когда она же будет как сухарик будет шуршать в других случаях не нужно этого делать поливать ее нужно регулярно ну как регулярно дело в том что на пересушку фрите реагирует очень плохо если ее пересушить то обязательно нижние листья у вас отомрут поэтому за этим за этим нужно следить летом поливать понемногу но регулярно где-то один раз в неделю зимой даже в период покоя который у фрите все-таки есть но он не ярко выраженный зимой в период покоя все равно ее нужно по чуть-чуть поливать приблизительно раз в месяц раз три недели вот моя сейчас стоит наверное недели две уже отстояла без полива вот листики у нее уже подвялились уже такие они неупругие я еще подожду с неделю и только после этого полью вот я осуществлю сейчас вот этот полив где-то через неделю это будет раз в три недели примерно и потом уже где-то через две недели я ее чуть-чуть спрысну землю немножко а на следующий день уже сделаю подкормку потому что уже февраль день прибавился и нужно ее постепенно выводить и готовить к цветению пересадка фрите осуществляется один раз в два-три года когда растение разрастется вот я сажала наверное года два одну маленькую розеточку вот сейчас их уже явно видно что их уже 1 2 3 3 розетки здесь уже она размножилась но пока я пересаживать не буду пересажу на следующий год пересадку осуществляют в основном путем перевалки слишком корни не отряхивать потому что на после пересадки очень долго болеет постарайтесь ее вынуть земляным комом в неполитом состоянии слегка отряхнуть старый грунт и с этим же старым грунтом посадить чуть больше горшок можно даже в этот же горшок но опять же если удалить у нее несколько побегов потому что все таки ей тесновато бывает и обязательным условием является то что шейку корневую этого растения нужно обязательно присыпать камнями в избежание попадания влаги на листьев и в избежание гниения это обязательное условие так что еще можно сказать про фритию у фрити это растение эгоист почему эгоист потому что она не любит соседство с ней рядом вообще любых растений даже если эти растения являются ее родовыми сородичами вот такими как литопсы то есть если посадить литопсы и фрити 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 будет капризничать вы будете думать а почему почему она не растет а что с ней не так ну просто она вот не любит такую такую социологическую направленность вот не нравится ей соседство ну и опять же если посадить фрити и литопсы я не сторонник того чтобы сажать растения садиками можно посадить садиками допустим набор красу набор эхивери но про эхивери это опять отдельный случай потому что каждое растение в зависимости от своего сорта она поглощает влагу по-своему то есть какой-то в большей степени какой-то меньшей степени а садике они поливаются одновременно вот и если посадить допустим фрити и литопсы то у литопса в период покоя то есть полный не полив с ноября где-то по март то есть вы вообще доступ влаги не допускаете к этим растениям фрити уже нужно опять поливать если же вы польете фрити у вас будут рядом сидеть литопсы то они у вас не полиняв в первый раз начнут линять во второй раз то есть растение не достигнет своего роста и своего развития в таком в должной степени в такой в какой она должен должно быть раз уход разный значит вместе им делать нечего это вот однозначно ну а фрити она не поэтому нельзя ее сажать в садике не потому что там разные ухода потому что она просто прекращает рост в соседстве с другими растениями вот такая навредина так что еще сказать да про цветы фрити цветет цветы у нее яркие красочные малинового такого пурпурного цвета бывают реже белый с белыми цветами несколько сортов отличие опять же в цветение у фрити и между фрити и финистрарий у фрити и цветочки вылезает вот отсюда и цветут непосредственно между двумя ли листиками прямо уже отсюда лезет цветок у финистрарии на цветке есть длинная цвета ножка и финистрарий выпускает эту цвета ножку сбоку то есть вот это тоже яркие явное отличие фрити от финистрарии так цветение у нее яркое я уже говорила и фрити фрити является самопыляющихся растением цветок у нее держится около 10 дней и в солнечные часы он открывается а в пасмурную погоду он и к вечеру закрывается и вот вот эта манипуляция лепестков открылся закрылся производит самоопыление растения то есть без пчел без всяких насекомых опылителей фрити прекрасно завязывает в комнатных условиях полноценные семена которые имеют стопроцентную всхожесть вот этим она тоже очень интересно и зацветает фрити на второй и третий год своей жизни ну что еще можно сказать про фрити очень она негативно реагирует на перелив у нее лопаются листья вот смотрите старые листья когда-то был перелив и вот здесь на листьях появились трещины вот они видите это стопроцентный факт что растение было залито даже столбики эти бывают от слишком перри избытка влаги отламываются ну и все наверное все что я хотела сказать про фрити и светлана если еще остались какие-то вопросы обращайтесь пожалуйста пишите ну и на этом все пока пока